Сегодня на учёте в Брянском клинико-диагностическом центре стоит около 3000 человек, пострадавших от взрыва на АЭС. Больше 500 детей-ликвидаторов. В БКДЦ на протяжении 7 лет работает проект совместно с Французским институтом ядерных исследований. Мы провели очень масштабное исследование состояния сердца и сосудов у детей. 9000 человек на загрязнённых территориях, 9000 на чистых. И сейчас проходит подобное исследование, посвящённое изучению органа зрения. Это чрезвычайно важно, потому что оно имеет не только научное значение, но и огромное практическое значение, поскольку вся патология, которая выявляется, а её достаточно много, много было и сердечно-сосудистой патологии, много и глазной патологии. Вся эта патология, естественно, не остаётся без внимания медиков. Для людей, страдающих заболеваниями органов зрения и нервной системы, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, ревматологическими заболеваниями, открыт на базе БКДЦ дневной стационар терапевтического профиля. Рассчитан он на 65 пациентов. Если необходимо дообследовать пациента, то в нашем распоряжении есть всё. И УЗИ, и рентгенологическая расширенная диагностика, и радионуклидная диагностика, огромные возможности клиника диагностической лаборатории, ультразвуковое и функциональное исследование. Ликвидатор Василий Ильич Филькин об аварии в Чернобыле узнал 27 апреля в 7 утра, когда нёс службу в армии неподалёку от места трагедии. С тех пор и сердце барахлит, делится Василий Ильич, и с почками проблем немало. То, что мы получили, те дозы радиации, метридцитринген, дозы радиации, они, наверное, свою роль в жизни уже сыграли и будут, наверное, играть. Но, конечно, когда побывут здесь, день дели, раньше было больше, конечно, идёт какая-то помощь заметная. В 15 отделениях центра ежедневно обследуется больше тысячи человек. Постоянно работает консультативный кабинет, куда обращаются за медицинской помощью ликвидаторы Чернобыльской аварии. Кроме того, в течение четверти века в районах, подвергшихся радиационной атаке, проводится профилактическая диспансеризация граждан. Такого объёма обследований, как и на наших юго-западных территориях, нет нигде в Российской Федерации. Люди обследуются ежегодно, с большим набором медицинских, лабораторно-инструментальных и клинических исследований. И результатом вот такого постоянного медицинского наблюдения является, естественно, большое количество впервые выявленных заболеваний. По прогнозам, защитные мероприятия по уменьшению доз облучения населения будут проходить ещё длительное время, а в критических населённых пунктах до 2062 года. Татьяна Глазова, Александр Егоров, События Брянск.